Ну, я сейчас немного расскажу, как я пришла в бизнес, вот для тех людей, которые пришли впервые, вот я, кстати, меня зовут Хлебушкина Людмила, если кто-то не знает, я занимаюсь с самого начала с компанией, работаю, у меня 14-й контракт, меня пригласил в этот бизнес человек, который сейчас в компании не работает, мой спонсор, у него был первый контракт, но я ему безмерно благодарна, что он мне сделал это предложение, потому что я эту компанию ждала, вот, потому что уже работала наемным работником в Ростелекоме и, в принципе, руководителем работала, так что не бойтесь приглашать руководителей, таких людей, которые, ну вот я руководила всем краем, начальником службы оперативного управления средствами связи края работала, и дело в том, что меня пригласили, рассказали, открыли для меня сетевой маркетинг, как возможность построить такой запасной аэродром, куда может наемная работа, вот, и, в принципе, у меня еще там где-то пенсия была впереди, и я думаю, что для любого человека, даже которого ни пенсии не грет, запасной аэродром всегда нужен, именно потому, что сегодня жить на наемной работе и получать копейки, это не всегда, в общем-то, хорошо, я понимаю, что не все будут заниматься бизнесом, но, тем не менее, жить в постоянных кредитах, в долгах, на наемной работе, отдавать там всю свою жизнь, а потом оказаться на пенсии на 10 тысяч никому не понравится, а она, в общем-то, всех, ну, догонит всех, в принципе, вот, и когда мне просто один человек открыл эту ситуацию, сказал, что, как вы думаете о своем будущем, либо о нем, и как вы будете жить, я просто сказала, ну, как все будут жить, он говорит, хотите жить на 10 тысяч в будущем, я говорю, нет, не хочу, конечно, что есть варианты, и мне человек сказал, что есть варианты, конечно, без всяких рисков можно построить серьезный бизнес, в общем-то, и это зависит от того, как вы будете к этому бизнесу относиться, но его можно без рисков, работая на основной работе, построить, и, ну, в общем-то, суть в том, что я сказала, что я не люблю продавать, я думала, что сетевой маркетинг связан только с продажами, и мне рассказали о том, что, вы знаете, не любите продавать, но покупать любите, я говорю, да, люблю, и тогда вы можете просто покупать и рассказывать, вы же умеете говорить, я говорю, да, конечно, то есть умение говорить можно превратить в деньги, то есть можно, кто-то любит продавать, будет продавать, кто не любит продавать, может покупать, но когда человек говорит, кстати говоря, говорит, ну, не люблю я продавать, а денег у меня нет, но тогда нужно учиться. Вот такой еще ответ. Но у меня была зарплата, конечно, я работала, любила покупать и любила разговаривать, и умела разговаривать. И поэтому этот способ построения бизнеса мне очень понравился, очень подошел. И меня пригласили в одну из компаний, в которой я начала использовать свои возможности, начала обучаться, но у меня бизнес не получался и не сразу. И я начала разбираться, почему же не получался. Я знаю, что не все люди разбираются, и это, наверное, беда, когда человек говорит, да, сетевой маркетинг не работает. И вот я тоже начала приглашать людей, это была в другой компании, и пригласила одного очень серьезного человека. Ему идея тоже понравилась, этот человек был руководителем тоже большим достаточно. Он говорит, классная идея, покупай, рассказывай по рекомендации, тебе платят. В принципе, это вообще здорово, это все там должны быть. Он меня услышал. Но когда он пришел домой, то его семья и рассказала эту идею, то его семья вся сказала, на него накинула, говорит, да ты что, ты что не знаешь, это уже давно всем известно, сетевой маркетинг не работает, денег там не платят, это глупости. И он пришел такой, говорит, ты знаешь, там денег не платят. Я тоже была новичок, еще денег не получала, и я так расстроилась и думаю, ну как же так, ну мне же говорят, что платят, значит, наверное, платят, но не может же быть, чтобы человек, который меня пригласил, обманывал. Но тем не менее, сомнение где-то, знаете, закралось в голове, что это именно так, но тем не менее, я все равно разбиралась. Разбиралась, разбиралась, встречалась с людьми, разговаривала, пыталась, попросила людей, чтобы показали чеки. Вот дело в том, что не все люди показывают, и может быть, это не совсем правильно, говорят, что это неэтично показывать свои чеки, которые вы получаете где-то. Но с другой стороны, это конъектированность в том, что это на самом деле правда, потому что для новичков это важно, поэтому когда я сейчас встречаюсь с новичками, то я всегда показываю на планшете свой личный кабинет и показываю, что да, действительно, за чеки платят. Вот, ну и поняла, что на самом деле все-таки платят деньги, только нужно делать определенные действия, этому нужно учиться. А в той компании, которая пришла, уже рынок был занят, эту компанию знали всюду, и все, и уже, в принципе, это, понимаете, было никому не интересно. Я поняла, что нужно искать новую компанию. Вот. Я не остановилась, не расстроилась, в какой-то степени когда-то расстраивалась, но потом все равно я ходила на все встречи и презентации, куда меня приглашали, и всегда рассматривала все проекты, которые мне предлагали. И вот я ждала эту компанию, наверное, которая пришла, Essence, и вот с тех пор, когда мне сделали предложение по проекту Essence, я поняла, что я буду в самом начале, компания только, входила в Россию, вот, я же еще раз повторяю, у меня 14-й контракт, вот, и продукт был великолепного качества, я вообще, ну, привыкла пользоваться хорошим продуктом, то есть есть продукт премиум класса, и есть масс-маркет продукт, есть мастиш, то есть среднего уровня, ниже среднего и так далее. Наша продукция в компании Essence, это Европа, европейские продукты, это качество, знаете, премиум класса, достаточно высокий уровень, но цена, понимаете, у нас цена ниже качества, качество даже выше. Я когда узнала про эту цену, потом узнала про качество продукта, я была просто, ну, шокирована на самом деле. И то, что компания платит по маркетингу, я тоже сравнила маркетинг-план, на первой же встрече посмотрела, что компания платит достаточно, ну, большое количество денег, даже на первом маркетинге 28%, это было больше, нежели предыдущие проекты, которые я рассматривала. И поэтому, наверное, я сразу решила, вот эти вот все плюсы, момент времени, европейский продукт, сертифицированный, премиум класса, доступная цена, это то, что мы все рассказываем на презентации, и маркетинг-план. Ну, я, конечно, вышла на сайт essenceworld.com, я посмотрела о том, что на самом деле ли эта продукция в Европе продается, да, и я увидела, еще российского сайта не было, я увидела, что, да, есть Германия, есть Англия, есть на английском языке сайт, есть там продукция, посмотрела объем продукции, да, это здорово, взяла, все перевела, почитала, поняла, да, это классно, это то, начала работать с этим продуктом. И вот, может быть, поэтому, потому что я так серьезно иду, не один год, и что, может, глубоко разбиралась, наверное, уже была в какой-то степени готова к тому, чтобы просто начать правильно делать. Многие люди приходят, и проблема в том, что они не начинают. Вот почему у людей не получается? Большая проблема в том, что они просто пришли, но не начали работать, они не работают. Вы когда приходите, вот многие так приходят, я в предыдущей компании, наверное, тоже допускала такие ошибки, но я тоже это поняла, и уже в эту компанию я пришла и исключила все эти ошибки, потому что я тогда пришла и говорила, что вот я типа того, что куплю такие эти продукты, вот мы сейчас говорим там, покупайте продукты, пользуйтесь продуктами, потому что нам платят за товарооборот, да, либо вы продаете и делаете, вот я рекомендую всем 100 баллов делать, да, либо вы продаете, либо вы сами это используете, да, но если у вас есть деньги, вы это покупаете, просто сразу начинаете, вы можете купить сразу на 100 баллов, много нашей продукции, и тут же ее использовать. Если у вас отсутствуют средства на тот момент, когда вы начинаете бизнес, то я рекомендую вам просто научиться все-таки продавать и давать информацию людям о проекте для того, чтобы у вас появились клиенты, которые вам помогут сделать товарооборот. Дело в том, что когда в предыдущей компании мне говорили об этом, что нужно сделать товарооборот определенный, то я говорила, нет, вот я сначала там научусь, у меня сейчас нет денег, то есть я искала какие-то приборки. Вот как сейчас понимаю, мне даже вот оглядываясь назад, я себя вижу, что я неправильно вела. Я говорила, вот я заработаю деньги, потом поеду учиться. А на самом деле сначала нужно быть, а потом иметь. То есть нужно было сначала учиться, а после этого я смогла бы заработать. Вот эти ошибки новички много допускают. Потом, значит, я когда начинала, то я думала, ну попробую. Вот это слово «пробовать», говорят многие люди, я не исключение, а точно так же говорила о том, что я вот попробую, ну получится, значит, получится, но не получится. Значит, в конце концов, у меня есть работа, есть какие-то деньги, вот я, ну не пропаду, подумаешь, попробую. Вот, ну вот это слово «пробовать», оно тоже не дает возможности запускаться вашему бизнесу, потому что пробовать это не значит делать. Вот, поэтому первое, что нужно прийти в бизнес, Это нужно принять решение, что вы в бизнесе. Первое, приняли решение и пошли делать все то, что делает тот человек, у которого получается. И вот когда я начала делать уже, накопив опыт, понимаете, какой-то нескольких лет, встречаясь с сетевиками, побывав уже в нескольких компаниях, в которых у меня там бизнес, может быть, не получился, но уже не вначале не стала ходить обучаться, потом стала обучаться, потом даже дошло до того, что я стала в другие города ездить с другими компаниями, для того, чтобы встретиться с серьезными людьми. Вот, и только тогда, встречаясь с такими лидерами, которые были там в компании, задавая лично вопросы, почему они достигли успеха, только тогда я поняла, что нужно. Первое, это то, что повторите обязательно того человеку, у которого есть чек. Хотите чек 100 тысяч, да, повторите действия этого человека. Хотите миллион чек, повторите действия того человека, понимаете, без всяких ограничений. И вот я как бы начала это делать, я повторила того человека, который меня пригласил, у него первый месяц чек был 100 тысяч, пользуя эти навыки. То есть я приняла решение, я начала делать тут же этот товарооборот, я приняла решение, что буду делать товарооборот 100 баллов. Я начала проводить максимальное количество встреч в удобное для меня время, И ничего меня уже не могло остановить. И продолжала обучаться. То есть система обучения в нашей компании достаточно комфортная, мы ее сделали в интернете, поэтому я думаю, что она наиболее удобная для всех, потому что каждый человек, находясь дома, может его слушать и заниматься. Потому что в той компании предыдущей, которая была, там система обучения была не в интернете, то есть нужно было ехать куда-то. Это достаточно большой выход из зоны комфорта. Я понимаю, что сильные люди должны выходить из зоны комфорта, должны что-то делать, ехать куда-то, если вы хотите изменить свою жизнь однозначно. Но, тем не менее, бывают такие ситуации, когда у вас маленькие дети совсем, и вы не можете поехать, и хотите строить бизнес. Поэтому вот наша система достаточно комфортная. Я об этом мечтала, что я приду в новую компанию, и мы где-то создадим более-менее комфортную систему обучения. Тем более, что интернет сейчас — это будущее, в общем-то. И нужно больше, наверное, работать на земле, но интернет нужно использовать всё-таки по полной. Вот, поэтому вот такая моя небольшая, наверное, история. И я уже рассказывала о том, что, в принципе, я вышла на чек 100 тысяч через 9 месяцев, делая определённые шаги, проводя определённые встречи, обучаясь, читая книги. Вот, и я все мои, все эти шаги, в принципе, рассказываю своим людям, говорю, как я это сделала. Вот, но, может быть, кому-то, я понимаю, что у каждого свой путь. Возможно, когда я пришла в эту компанию, то я уже имела некий опыт в других компаниях. Поэтому пусть у меня там не получалось, но вы знаете, что какой-то опыт я там получила, правильно? Вот, а к нам приходят люди, которые впервые в сетевом маркетинге. И, возможно, у вас не получится так быстро за 9 месяцев. Но если вы будете повторять те действия, которые делала, скажем, я, я уверена, что за год, за полтора у вас точно получится. Потому что делая определенные действия, понимаете, это не может не получиться. Вот эта вот дубликация, ну, это закон Вселенной, как, знаете, придержение по подобному, подобному. Если вы повторите действия любого человека, миллионера, допустим, ну, этот миллионер шел, допустим, к этим миллионам, там, ну, год, ну, несколько лет, то вы, может быть, больше придете к этому, но вы обязательно придете, понимаете? Может быть, 5 лет, а вам 10, но вы придете, главное не оцениваться, понимаете? Потому что если вы, допустим, захотите стать бомжом, повторите действия бомжа, вы им станете. То есть нужно повторять. И большинство людей еще допускают следующие ошибки. Они либо не доверяют, либо не повторяют, либо ленятся. Вот. То есть они не выполняют эти действия, которые приводят к вас успеху. И вот люди, которые меня повторяют, у них получается. Я им благодарна за то, что у них получается. Я радуюсь за них. И самая большая, наверное, удача или счастье в жизни даже не 100 тысяч. Я, кстати, готовлю одну школу. Я пришла сейчас обучение, но я ее готовлю, по-моему, 30-го числа у меня по графику эту школу. Я расскажу вам этот тренинг, это как добиться успеха. Это все те правила и принципы, которые я использовала и продолжаю использовать для того, чтобы расти. Понимаете? Как личности, чтобы мой бизнес рос, чтобы мои люди росли. И я поделюсь с вами ту информацию, которую выучила. Вот. Но до того момента я чего-то, ну, что-то другое выучила. Но есть такие люди, которые все-таки слышат тебя и повторяют, и у них получается. А есть люди, которые почему-то не слышат и ищут какие-то причины, чтобы не сделать это. Понимаете? Ну, это, конечно, ваш выбор. Важно то, есть ли у вас ся или цель, которая заставит вас здесь делать то, что вам даже не захочется делать. Понимаете? Вот это важно. Почему я говорю о том, что нужно обязательно писать планы, то есть планировать свою жизнь, свой бизнес и формировать новые привычки. И благодаря этому, когда люди пишут и начинают повторять, они начинают привыкать делать что-то новое, чего не делали ранее. А для того, чтобы вам выйти на ту цель и достичь такого уровня какого-то другого из жизни, да, допустим, вам понятно, что нужно что-то делать другое, не то, что вы делали ранее. То есть вам что-то нужно поменять в жизни. Однозначно. И глупо надеяться на то, что вы жили вот так, и потом вы продолжаете делать то, что самое в вашей жизни поменяется. Я думаю, что все это понимают. Поменяется жизнь только в том случае, если поменяете вы свои действия. Вот. Поэтому ваш, конечно, выбор. Но что я хочу сказать? Я, конечно, имела несколько кредитов, и когда начинала бизнес, и я искалываю. Цель моя большая, большая, огромная была, она была выйти на 100 тысяч, и я эти шаги прописала в своем ежедневнике и шла к ним. Вот. И вышла за, допустим, написала за 6 месяцев, а вышла за 9. Но, тем не менее, то есть я сбивалась, перепланировала что-то, я, может быть, пересчитывала. Но эти шаги пройдены, и результаты уже есть, и их уже можно повторить. Но я что хочу сказать? Что вот не было такого счастья или эйфории, знаете, сейчас, нет такого счастья или эйфории, понимаете, когда вот я пришла к 100 тысячам, то есть эта цель вроде была достигнута, и казалось бы, я буду такой счастливой, да, потому что я вышла на такие чехи, я закрыла все свои три кредита, которые у меня были. И вроде вот оно, счастье, тут тысяч, скажу. Это говорит только, наверное, о том, что это была цель, да, вынужденная. Это вот деньги, они как бы нам нужны в этой жизни, потому что мы живем в материальном мире. Но, наверное, цели есть получше. Я поняла, что я больше удовольствия, счастья тогда, когда мне, допустим, Аня Хахелева говорит о том, что я благодарю вас за то, что вы мне показали этот путь, за то, что у меня получается. И вот тогда вот счастье наступает, понимаете, когда вы кому-то что-то сделали такое, что изменило кого-то жизнь. Вот в этом, наверное, счастье, по крайней мере, я услышала. Так, вот мне здесь вопросы, Диана, слышно, что в некоторых сетевых компаниях выкупали товары, достигали сразу золота или платины, понимаете как? Это, это, я не знаю, я тоже такое слышала, если честно, но просто я уже была в компании МВ, и там я наблюдала такие варианты, что люди наполняют целые склады дома, но они потом это распродают. Они просто делают стабильно по 200 баллов для того, чтобы поддерживать товарооборот по 200 баллов. Ну и, наверное, это много продукции. Понимаете, в чем дело? Вы, когда строите бизнес, приходить была не продать, а построить остаточный доход. Остаточный доход, это не бывает сразу много, понимаете? Это бывает постепенно и медленно. Вот у нас маркетинг-план, он начинается выплаты со 100 баллов. 100 баллов – это 3%, да? И человек говорит, ой, подумаешь, у вас веки там платят, 210 рублей получил. Ну и что? Это вы сегодня 210 рублей получили, понимаете? А люди… А завтра уже будет другой, ну, чек, если вы будете двигаться. То есть это получается медленно, но верно, то есть пошагово. И в этом смысле, что вот в этом месяце я всего сделала на 100 баллов товарооборота. То есть я купила тот продукт, вообще-то, который мне, часть мне заказали клиенты, я немного потратила, понимаете? Я показала людям продукты, и кто-то мне просто заказал. А что это я купила себе? То есть я для семьи свой ущерб никакой не принесла. Я не закупила этот склад, понимаете? Я купила то необходимое, которое я покупаю, ну, в любых других магазинах. Только в этом случае компания 210 рублей еще заплатила. Когда я начинаю двигаться помесячно и рассказывать об этом, вопрос, как скоро вы можете двигаться. Если вы работаете, то у вас не так много свободы. Если вы имеете свободное время и не в найме, да, допустим, вы серьезно занялись бизнесом, и у вас целый день на то, чтобы проводить встречи и рассказывать, продвигать этот проект, то вы большему количеству людей принесете информацию о продуктах и о компании, об этой возможности. И поэтому вопрос только о вашей скорости. Вот я, допустим, на 9% вышла в первый месяц, да, говорила, вот такое количество людей, провела 40 где-то встреч, 45, вот. И эти люди тоже пошли в магазины, тоже сделали. Кто-то 100 баллов, кто-то 50 баллов, кто-то даже 200. Кто хочет, понимаете, кто любит продавать. Потому что наши духи, они, понимаете, они просто просятся продать, потому что они очень дешевые и качественные. Вот именно парфюмы, как локомотив, понимаете, их все равно вам заказывают. И клиент, который у вас появился, он все равно приходит и приходит к вам, потому что он не может забыть этот парфюм. То есть я что хочу сказать, что он в следующем первом месяце 10 тысяч получила, не закупая большого количества продуктов, понимаете. Вот в следующем месяце закупила 5 на 100 баллов. То есть я закупила, плюс у меня заказы, какие-то подарки на день рождения, и какие-то шампуни в пользование, что-то, да. Вот. И какие-то клиенты, которые у меня появились в процессе того, что я давала людям информацию. То есть я никакой, не то, что я ущерб в семье приносила, что я выкупила вот этот товар, да. Я покупала то, что необходимо, которое в другом магазине. Гели для души, шампуни для тела, пену там, парфюм и так далее. То есть вот то, кто необходимый, понимаете, в чем дело. И поэтому я дошла, допустим, до этого золота, ну там год я шла до этого золота, дошла. Я считаю, что год это быстро, потому что я знаю, что в других компаниях до такого уровня, или чека, это золото, это чек где-то за 100 тысяч точно, понимаете. Он может быть разный в зависимости от вашей структуры. Но вот у меня на золоте чек под 200 тысяч, вот такой, да. Но я знаю, что на золоте под 300 тысяч можно получать. Ну, то есть зависит от ширины. Но суть в том, что, понимаете, как, не выкупаем мы продукт, не рекомендуем мы это делать, понимаете. Я не знаю, в каких компаниях это делают, и зачем они это делают. Ну, это не знаю, может, люди любят продавать, или, может быть, кто-то заставляет их. Вот мне сложно, сложно как бы понять, ну зачем за месяц накупить этого продукта, чтобы сидеть потом в магазине продавать его, или как вот, чтобы стать золотом, получить эти 180 тысяч. А на следующий месяц что? Ведь вам же этот продукт надо продать. Я не понимаю этого, честно говоря. Поэтому мы вам и говорим о том, что медленно, но верно, вы приходите в компанию, начинайте с первого месяца делать по 100 баллов. И каждому рекомендуйте по 100 баллов. Не можете по 100 делать? Делайте по 50, рекомендуйте каждому по 50. Это ваше решение, понимаете. Но вы должны понимать, что если каждый человек, который под вами придет и будет покупать продукт каждый месяц на 50 даже баллов, то вам нужно, допустим, сколько человек на 4 тысячи баллов. Близительно вы это просчитываете, эти шаги. И понимаете, что вы, допустим, я вышла на эти 4 тысячи баллов, 17%, и 35 чек получила. Я на 4-й месяц вышла, а так бы, может, я на 6-й вышла, на 7-й, вы понимаете, по 50 баллов. Вот так вот. Поэтому я как бы, я не знаю, кто где как рекомендует, мы так не рекомендуем, потому что это не остаточный доход. Это вот скупил и продал одноразово. А у меня цель была построить остаточный доход, который все время идет, потому что я сегодня двигаюсь, сегодня я 9%, завтра это 13%, но это не в одном месяце, понимаете. То есть 17% и так далее. Это уже я двигаюсь постоянно. И мой чек не падает каждый месяц, ведь товароборот каждый месяц считается, понимаете. Каждый месяц. И вот то количество людей, оно все равно ходит в магазины, берет этот продукт, ежемесячно вы заходите в свой кабинет и смотрите, ага, у вас 10 тысяч. Завтра вы заходите, сможете, у вас уже 20 тысяч остаточного дохода. Потому что под вами очень большая сеть людей-потребителей. Вот эту сеть нужно построить, на это нужно время, вот это пошагово. Закупать большое количество продуктов, чтобы сегодня стать золотом, а завтра остаться нищим, я не вижу смысла. Ну да, что делать с просроченным товаром? Ну, я не знаю, это меня такому заставляет, и делает это в других компаниях. Не знаю, знаю, что у некоторых застаивается продукт, вот как вам вы, они по 200 баллов просто делают каждый месяц, но он продаётся всё равно, это не такое большое количество баллов, не такое большое количество продуктов. А чтобы купить на золото и на платину, мне кажется, она глупа вообще, совершенно просто. Ну, собственно говоря, я не думаю, что я вас буду больше задерживать. Если есть ещё какие-то вопросы ко мне, то я готова ответить. Я, в принципе, я вам рассказала свою историю, и думаю, что все... Да, очень важно иметь... Здесь у нас есть лёгкая пошаговая система, которую мы рекомендаем, причём нужно эту систему... Почему мы... Я обычно пишу со своими партнёрами бизнес-план. Вначале я не писала, честно скажу, я вначале просто говорила, пишите, оказалось, что не все пишут, а потом я просто начала с партнёром садиться и уже писать. Я говорю, давайте напишем этот бизнес-план. Рассчитаем вам ваши шаги, когда вы выйдете на эти 100 тысяч рублей из дохода. И эти шаги, чтобы человек знал, что ему делать, понимаете? Просто прописать, помочь ему всё это прописать, дойти. Ну и, во-первых, формируются новые привычки, человек это делает по записанному. Во-вторых, ему Вселенная помогает. В-третьих, он начинает деньги получать. А когда человек начинает деньги хорошие получать, вряд ли он уйдёт из бизнеса. Поэтому я думаю, что именно таким образом... Мы же хотим 50 лет вперёд получать доходы, правильно? Они просто сегодня купили и всё. Поэтому мы должны начать с себя, мы должны делать товарооборот сами ежемесячно. В принципе, на эти 100 баллов до середины месяца точно нужно сделать этот оборот, чтобы мы видели уже результат своего дохода в этом месяце.